всем привет вы на канале сам себе гид привет привет мы сегодня в гдыне и начинаем нашу такое вот видео с места которое встречает наверное всех путешественников ну большинство это вокзал сюда приезжают как поезда так и автобусы вот начинаем от вокзала гдыня глубно мы сейчас находимся потому что гдыня понятие растяжимое ну наверное тоже первая часть потому что ты небольшая и будем снимать еще что-то где-то там другой стороне города ну а пока мы с покажем центром вот это вот сам вокзал это же бы вокзал ну ж.д. авто автомобили автомобили в автобусы подходят вот справа отсюда здесь кассы есть как на поезд так и на скмки которые вот ну электрички которые между городки ездят на автобусы насколько я знаю покупаешь там возле самого автобуса внутри не было по крайней мере раньше сейчас уже давно не пользуюсь вокзалами общественным транспортом вот так вот внутри здесь также здесь мы видим кассы как обычно отъезд приезд каждого поезда здесь в основном с этой стороны продают на поезда вот озвучивает какие кассы освобождаются и туда подходят люди когда уже отсюда можно купить на скм на эти электрички которые ездят в междугородке вот этот вокзал причем здесь поделено если региональные поезда и региональные эти электрички приезжают на перроны на разное там 2 3 4 нужно смотреть на экранах то скм у них отдельно перрон скмки где приезжают вот так как я их называю наземное метро а не только я так называю билеты можно также купить таких автоматах можно купить как проездной билет так и билет на километражи там ставишь откуда и до куда едешь и тебе уже напишем сколько это будет стоить все аккуратно дальше идут перроны здесь идут надписи что, куда, как, едет хочу обратить внимание на этот автомат такой только видел в Гдыне здесь есть такая прикольный пунктик помимо кофе 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 вот такой вот как борщ борщ кто-то елся в Камстане когда началась вторая мировая война большинство поляков здесь просто выселяли ну приходили немцы и выгонялись домой идите куда хотите называется ну и вот поставили такой памятник как люди уходили вот так вот просто с чемоданом ну это был лучший лучший вариант уйти чем тебя расстреляют так вот с чемоданом какая девочка зовет своего любимого питомца собачка у нас сидит вот так вот вид помечили видим такую архитектуру белые дома сильно больших многоэтажек здесь нет хотя уже есть там настроенная немножко в другом районе но в центре это вот самая высокая шесть этажей такие вот пошли дома дальше перебрались мы ближе на набережную вот видим университет морский за ним также там есть яхт клуб я думаю его покажу и здесь такая вот станция где можно на всякие водные водные посудины взять билет на хель можно сделать сюда с опыт точнее саппорт и так же отсюда плавают или ходят кому как удобней на калининград это россия здесь не так далеко ходят водные катамараны они их называют катамараны вот в принципе один из них стоит впереди как раз к нему подхожу у нас катамаран цены на билеты я уже говорил еще в выпусках это мы снимали хель нет, это мы не хель снимали мы снимали танцы там цены были цены такие же самые 50 злотых 40 злотых пенсионный если с велосипедом еще 15 злотых за велосипед платишь как гдыня хель ну в принципе такая самая цена с гдыни в Сопот там была Гданск вот видим такие катамараны сейчас людей не очень много у нас вечер уже включаются фонари сезон здесь много всевозможных киосков с сувенирами хотя в этом году было не так и много из-за коронавируса посмотрим что будет в следующем вот есть также интересный такой корабль или судно корабль наверное судно больше подходит к военным дракон называется так же он выходит в море но когда стоит здесь то здесь ресторан во время от времени заходили в этот ресторанчик сейчас он закрыт и конечно понятно почему коронавирус это все остальные фигни ну вот такой вот интересный еще один есть красивый корабль да, молодежи называется он белоснежный с парусами кстати сколько раз я здесь был ни разу не видел чтобы поднимались с ним паруса не вышла не спущенная потому как он стоит хотя буквально еще какие-то года три назад его здесь не было не так давно он переплыл здесь также аллея капитаны капитаны вот которые вдали памяти которые воевали в море все затягивает туман с той стороны если видно это вот мы видим аквариум в аквариум был вход 25 злотых и 18 такой вот пенсионный, школьный. Интересный аквариум. Не знаю, что стоит он на 25 злотых, но... В принципе, сходить можно. Такой же музей, корабль-музей Дарпо-Можжи называется. Вход сюда 18 злотых, по крайней мере, был так в этом году. Можно по нему подходить, посмотреть палубы, палубы-каюты, но всё такое вот, как живут моряки. Он тоже уже в море не выходит, списанный, как я понимаю. Здесь стоит просто как музей. За ним, вон, видим военное судно. Блэсковица, так называется. Также музей. Хоть не знаю, я ещё там не был. За четыре года здесь я ни разу не заходил на это военное судно, не приходилось, а когда хотел, то уже был вот карантин, это буквально было в этом году, он не работал. Я думаю, карантина не будет в следующем году. Взведу обязательно покажу. Судно интересное. Всевозможными пушками, кто может служил на таких, разбирается. Напишите в комментариях, что за орудие на нём стоит. А то так, в принципе, принцип действия это понятный, а вот название как-то не знаем. Также виднеется ещё большой такой бизнес-центр на берегу. Это уже новый, не так давно построенный. Не знаю, возможно там наверху какие-то пентхаусы какие-то. Жилые помещения, ну внизу там банки, тренажёрки. Вот так вот преобразился фонтан. Так как уже вечер темнеет, можно рассмотреть как готовится к Новому году, к Рождественским праздникам. Хотя у меня отдельно будет видео. Скоро увидите подготовки Польши к Новому году, к Рождественским праздникам. Мы покажем, как люди, как вот по улицам готовятся. Как у каждого там частный сектор, как дома украшают. Одни из наших подписчиков попросили показать это. Отснимем это видео. Также я не забыл, не забыл. Один из подписчиков меня просил отснять по автотеме, отснять Мазду Троечку. Я обещал, что сниму. Какие цены. Сколько стоит. Но вот я, конечно, его сниму. Это видео немножечко затягивается, потому как с Маздами немножко проблематично здесь. Не сильно их продают, не сильно их берут на эти площадки. А люди, которые продают в частном образе, не сильно любят, чтобы приезжали к ним просто поснимать. Вот. А не сильно берут на площадки, потому как у нас Балтика, у нас море, у нас соленый воздух. Не знаю, если так можно сказать. Много воды, много соли. И Мазды очень гниют. Ну, такой вот автомобиль. Особенно там шестерки сгнивают кузов вместе с колесами. Ну, потому не очень продаваемые автомобили здесь. И найти их так вот просто. Хотя, мой друг один купил себе такую Мазду. Живет также здесь, в Гданске. Пригнали ее где-то с Германии. Да, кстати, Веталь, привет. Если смотришь сейчас это видео, думаю, ты его посмотришь. Скоро мы приедем к тебе. И все-таки сделаем обзор, что можно купить, за какие деньги. Сделаем обзор Мазды Троечки. Я так фото только видел. До него никак не доеду. Здесь 60 километров от него живу, но никак не доберусь. Но скоро приедем, отснимем. И тогда я покажу ценовую политику. Ну, и какой автомобиль можно купить. За все пожелания подписчиков я помню. Просто не всегда могу так вот быстро среагировать и все отснять. Потому как, ну, немножечко, немножечко бывают трудности у всех. У нас есть еще основная работа, на которую приходится ходить. Вот вкратце, как показалось, здесь улицы. Сейчас пойдем дальше. В обычном Гдыне здесь ярмарка на Новый год. Но в этом году отменили все ярмарки. Потому вот такая елочка немножечко, скажем так, бедненькая. По сравнению с прошлым годом здесь была одна из самых лучших елок. По крайней мере. Очень красивая была. На данный момент мы видим здесь просто елочки. Такие украшения. Какие-то надувные вещи. Очень долго искали стоянку. Честно говоря, сейчас нарушают. Стал на место для инвалидов. Да, нельзя. Мне очень стыдно из-за этого. Не, ну, нужно было снять. Мы быстренько снимем и выйдем. Да, вот с фонарей сделана елочка. Что-то там пьет оркестр. Запрятали за елку, типа их не видно. И что-то там потихонечку пьют с бутылки от шампанского. Ну что, можно же пить с бутылки от шампанского. Вот. Вкратце, наверное, будем закругляться. Сейчас параллельно Алиса где-то снимает еще одно видео. Подготовку городов, сел к Новому году. Даже потерял ее из вида, где она бегает. Вот на улицах Гдыни нашли такую красавицу. Она здесь растет. Это как бы не главная елка, но украшена в этом году получше за главную. Такая метров. Метров двадцать, наверное, стоит. Вот на такой вот новогодней ноте мы сегодня заканчиваем первую часть Гдыни. Вот у меня уже слова пропали, да. Замерз. На улице градус, градус тепла всего лишь. Я думаю, мы снимем продолжение уже после новогодних праздников. Потому что много здесь есть чего посмотреть, чего показать. И мы обязательно это покажем. Ну а на сегодня пока-пока. Всем пока. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова